Конечно, свежести не было быстро, так как могли бы играть парни не играли, потому что нам везет с календарем. У нас до этого недавно относительно была серия трехдневных промежутков и выезд в Хабаровск. Значит, сыграли через три дня игра, через три дня в Хабаровске надо быть и там играть. Сейчас сыграли через три дня игра, через три дня во Владивостоке надо быть. Через два дня здесь надо играть, через три дня с Курском надо играть. Конечно, тяжело. Поэтому содержательную игру показывать сложно, просто не успевают восстанавливаться. А вот характер проявили. В основном это было видно во втором тайме, когда через не могу. Что, я доволен своими футболистами. У вас была замена в первом тайме, это в связи травмы игрока? Или просто не гадали составом? Ну, гадать как-то, знаете, несерьезно. Есть статистика, есть обоснованность какая-то, есть еще иные соображения по совокупности всех этих моментов. Принимаешь какое-то решение. Ну вот, Саша Лихачев, опять же, по тем же самым причинам. Ну, не уверенно себя чувствовал, явно тоже не восстановился. И неудачно действовал. А все-таки это одна из самых ответственных позиций в центре защиты. Поэтому пришлось менять. Вообще, во Владивосток летели у ребят, у нескольких. Температура была с Владивостока летим. Я заболел, еще кто-то так неважно себя чувствует, то вирус, то ли что, не знаю. В общем, непростой период переживаем. Спасибо. Вопрос был? А в основных городах поблизости от Воронежа всегда такая смешившая поддержка? Вы знаете, у нас прежде всего мы в Воронеже чувствуем. И ребята прекрасно понимали, что для таких болельщиков надо через «не могу» играть. Да, молодые футболисты только учатся через «не могу» играть. Они еще это не умеют. Но, надеюсь, научатся. И все это ради болельщиков. В Воронеж город футбольный. И люди там поддерживают команду. Ради болельщиков Воронежа мотивация сильная играть. Скажите, а уровень сопротивления «Салюта» как понравилась «благородская команда»? Как изучали эту мочу? Какие слабые, сильные стороны могли идти? Да, я не могу сейчас провести. Это же эмоции. Для того, чтобы провести какой-то анализ и не собираюсь ее оценивать, я могу одно сказать, что нам непросто, прогулки и близко никакой не получилось. Добротная команда, симпатичная, поэтому приятная команда. Дай Бог удачи. Я так, насколько я знаю, еще и много ребят с Белгородской области. Да, удачи им всем. Вы просили перенести матч, в итоге не получилось. Была ли это дополнительная мотивация для нас? Да какая это мотивация, может быть. Это разочарование. Кому-то переносят, кому-то нет. Еще вопрос был? Сергей Григорьевич, поздравляю с победой. Сегодня, несмотря на тяжелый график, вперед в Владивосток, и там крупное поражение, сегодня выдержали не только характером, но и физикой. Мы сегодня, кажется, не просели. Как это может смешанный состав так справиться? Да характер только. Как еще? Сейчас, дай бы Бог, худо ли, бедно ли в какой-то степени подойти к следующему матчу. Потому что эти короткие промежутки на недовосстановлении наслаиваются друг на друга. Как бы травмы какие-то не пошли. Вот что меня беспокоит. Да, поэтому... Удачи бы хотелось, которой у нас пока не было. Вы еще Петрусев с корабля на бару только на днях заявили. И сегодня уже с листа так протаратали мы сыграли. Как можете оценить его состояние? Да, обычная история. Парень, в общем-то, должен быть готов к чемпионату. Но новая команда. Желание как можно лучше себя проявить. Волнение, которое отнимает лишние силы. Не позволили всю игру провести. И команда его увидела только здесь, в Белгороде. И он команду увидел. Поэтому, конечно, взаимопонимание, какое-то взаимодействие. Это еще, надеюсь, все впереди. И для первого раза парень, в общем-то, показал, что он умеет играть в футбол и оплодает и характером, что очень немаловажно. Надеюсь, он поможет нам.